Июль 1944 года. Танки американского генерала Джорджа Паттона идут в прорыв на немецком фланге после высадки в Нормандии. Февраль 1991 года. Американские танки пересекают пустыню, чтобы обойти республиканскую гвардию Хусейна и освободить Куэйт. Фланговая атака. Удар по врагу со стороны, а не в лоб. Это один из основных военных манёвров. Победы, достигнутые ударом с фланга, описаны в учебниках. Но конечная цель, которой добивались лишь немногие, окружение, то есть изоляция и уничтожение врага. Стратегия войны. Фланговая атака. Нагус Мартин Продакшнс представляет. Стратегия войны. Фланговая атака. Середина июля 1944 года, через шесть недель после высадки союзников. Но они пока не смогли прорваться. Продвижение шло медленнее, чем ожидалось. Была опасность, что наступление заглохнет. Союзникам нужен был новый план. Что же могли сделать главнокомандующий Дуайт Эйзенхауэр и командующий наземных войск генерал Бернард Монгомери? Их решение должно было склонить чашу лесов либо к победе, либо к поражению. Август 1990 года. Саддам Хусейн захватил Кувейт. В ответ была сформирована международная коалиция. По докладам разведки, армия Хусейна была многочисленна, хорошо вооружена и окопалась на оборонительных позициях в Кувейте. Американский генерал Норман Шварцкоп возглавлял военную кампанию против Хусейна. Он считал, что у него не хватает войск для лобовой атаки. Что же было делать Шварцкопфу? Ответ и для Эйзенхауэра в 1944-м, и для Шварцкопфа в 1990-м был одинаков. Не атаковать в лоб. Ударить сбоку. Ударить в уязвимое место. Ударьте в лоб, в оборону, из 600 человек, и они одновременно выстрелят в вас. Но зайдите с фланга, и если глубина их обороны всего три ряда, вас выстрелит лишь три человека. Иногда фланг существует, а иногда его нужно создать. В ходе операции «Буря в пустыне» силы Саддама были сосредоточены вдоль границы Кувейта. Так что у них уже был фланг на западе. Шварцкопф мог выбрать либо провести обходную атаку, либо нанести глубокий удар, чтобы окружить врага. Но в Нормандии в 1944-м году оборона немцев была непрерывна. Союзники изолированы. Они должны были пробить брешь, чтобы создать условия для фланговой атаки. Чтобы преуспеть, и Эйзенхауэр, и Шварцкопф должны были выполнить одни и те же требования стратегии фланговой атаки. Цель. Военачальники должны понимать, вписывается ли фланговая атака в общую стратегию, и чего они хотят добиться ей. Сосредоточение сил. Командующие должны собрать достаточно войск, чтобы провести фланговую атаку, и затем развить её. Маскировка. Военачальники должны замаскировать не только свои планы, но и войска, которые они готовят к удару. Исполнение. План должен быть реализован быстро и безжалостно. Эншпиль. В пылу сражения командующие не должны упустить момент, когда пора закончить атаку и знать, чего они хотят достичь к тому моменту. Франция, 1944 год. И Ирак, 1990 год. Настала пора для обоих генералов обратиться к первому требованию стратегии. Цель. Вы, начальники, должны сосредоточиться на достижении особой цели фланговой атаки в рамках общей стратегии. В 1944 году в Нормандии у Эйзенхауэра была чёткая цель. Высадка удалась. Следующий шаг для союзников — вырваться с плацдарма. Это произойдёт в два этапа. Канадцы и британцы прорвутся с востока вокруг Канна. Американцы прорвутся с запада. Но план не сработал. В конце июня на востоке генерал Монтгомери попытался обойти Канн, но был остановлен. 3 июля американцы предприняли рыбок на Западе. Но их продвижение замедлил так называемый «бокаж» — многочисленные заросли, чередующиеся с небольшими лугами и просёлочными дорогами. Проблема была в том, что союзники должны были придумать, как прорвать оборону немцев, укрепившуюся на линии загораждения в Нормандии. У союзников было много танков, но они так и не научились их эффективно использовать. Через 18 дней потери американцев составили 40 тысяч человек. Пройдено было всего несколько километров. Прорыв не состоялся. Но союзные генералы на этот случай разработали запасной план. В ходе операции «Гудвуд» Монтгомери продолжат давить с востока, отвлекая силы немцев. Это создаст уязвимое место в немецкой обороне на Западе, где состоится американский прорыв — операция «Кобра». Но у Монти Эйзенхауэра была гораздо более масштабная цель, чем простой прорыв. Они хотели обойти, окружить и уничтожить силы Гитлера во Франции. В 1990 году в заливе перед командующим Норманом Шварцкопфом стояла ясная цель — изгнать иракцев и освободить Кувейт. Сначала Шварцкопф планировал лобовую атаку из Саудовской Аравии в Кувейт, чтобы изгнать иракцев. Но командование заставило его пересмотреть планы, указав на открытый фланг с Запада. К тому же разведка Шварцкопфа сообщала, что у иракцев многочисленная хорошо вооруженная армия, окопавшаяся вдоль границ Кувейта. Лобовая атака привела бы к кровавой бойни, в которой Шварцкопф не хотел участвовать. Американская стратегия диктовалась вьетнамским синдромом, страхом больших потерь. Шварцкопф знал, что ему противостоит четвертая по численности армия мира. Представители коалиции уверяли журналистов и через них иракцев, что главный удар будет нанесен через хорошо укрепленную южную границу Кувейта. Был пущен слух, что полномочия Шварцкопфа дают ему право воевать только на территории Кувейта, но не в Ираке. Коалиция убедила иракцев в том, что союзники ударят лишь в Кувейте силами арабских стран. Но у Шварцкопфа были иные планы. Его фланговая атака в военных учебниках метафорически называется одним из терминов из американского футбола. Пас «Привет, Мэри!». В 1991 году иракцы ожидали, что союзники ударят напрямую через южную границу Кувейта. Но на секретном заседании Шварцкопф преподнес своим командирам сюрприз. основной удар будет нанесен на слабом, западном фланге войск Хусейна глубоко на территории самого Ирака. Если все пройдет гладко, это будет классическая фланговая атака, и Кувейт будет освобожден. Но эта тактика предполагала вторую, еще более смелую цель. Пока силы Саддама будут скованы фронтальной атакой через границу с Саудовской Аравией, удар с фланга не даст перебросить подкрепление, отрежет пути отхода, окружит и уничтожит армию Саддама раз и навсегда. Но эти две цели породили трудности. С самого начала перед Шварцкопфом стояли противоречивые цели. С одной стороны, он должен был освободить город Кувейт и изгнать иракцев из Кувейта. С другой, он должен был окружить республиканскую гвардию. Если его лобовая атака будет слишком успешной и отбросит иракцев из Кувейта слишком быстро, то фланговый удар не успеет обеспечить окружение иракцев. Франция, 44-й год. И Персидский залив, 91-й. Генералы должны перейти к следующему этапу стратегии фланговой атаки. Тут-то у Шварцкопфа и возникли проблемы. Если бы он не справился с этим, то проиграл бы войну. Сосредоточение сил. Военачальники должны собрать достаточно войск, чтобы совершить фланговый манёв и развить его. Нормандия, июль 44-го. Хотя союзники высадили почти миллион человек, у них не было превосходства в солдатах и танках, чтобы обеспечить прорыв. Атакуя в обход Канна 17-го числа, Монти надеялся отвлечь силы немцев, особенно бронетехнику, на себя, чтобы открыть дорогу американцам на Западе. Это дало бы американцам превосходство, столь необходимое им для прорыва неделю спустя. План сработал. К концу июля немцы направили 14 дивизий, в том числе 6 танковых, против канадцев и британцев. Американцам достались малочисленные пехота и 2 танковые дивизии. Превосходство сил вполне могло обеспечить прорыв. В руках у союзников также был ключевой фактор соотношения сил. Они господствовали в воздухе. Операция «Кобра» начнется с массированной воздушной атаки, которая создаст брешь к западу от Сент-Ло, позволив американцам ударить на юг. Достигнув Авранж, они обойдут немецкую оборону. Затем американские танки повернут на восток, к Лиману, потом на север, к Фалезу и окружат немцев. Минерал Шварцкопф, несмотря на статус США как супердержавы, считал, что перед ним стоит проблема соотношения сил. В октябре 1990 года президент Буш увеличил контингент Шварцкопфа до 400 тысяч человек. Но разведка Пентагона доложила, что иракцы собрали армию в 545 тысяч человек. Плюс 4300 танков, 2700 боевых машин пехоты и 3000 орудий. Классическая военная концепция требует соотношения сил атакующих и обороняющихся три к одному и пять к одному, если оборона укрепленная. Цифры не врут. В начале операции «Буря в пустыне» бойска Шварцкопфа уступали. В танках 2 к 3, в солдатах 1 к 2. Также у Садама было преимущество в артиллерии. Но у Шварцкопфа была армада из 2800 самолетов, что было крайне важно. Кроме того, у него был полный контроль на море. Но без наземной операции победить было нельзя. Больше всего Шварцкопфа пугало, особенно в свете Вьетнамской войны, что его войска ввяжутся в долгую войну на истребление. Шварцкопф обязан был изменить соотношение сил в свою пользу. Он начал стягивать войска, имитируя подготовку главного удара в лоб. Через южную границу Куэйта. Провести его должны были морская пехота США и силы арабских стран. Но главные силы фланговой атаки, 7-й танковый корпус США, 1-я бронетанковая дивизия Британия и резервный 18-й воздушно-десантный корпус располагались левее. Все это Саддам видел. Но затем Шварцкопф собирался приступить к авианалетам. Кроме всего прочего, они ослепят Саддама, лишив его возможности наблюдать с воздуха за перемещениями войск Шварцкопфа. И под прикрытием с воздуха 7-й танковый корпус будет переброшен на 240 километров на запад. А к западу от 7-го корпуса будет перемещен 18-й корпус. Затем стартует наземная операция. Сначала отвлекающая фронтальная атака через границу Куэйта, эффективная атака с моря. В то же время 18-й корпус обойдет Саддама с запада, отрезав пути снабжения иракцев. Потом 7-й корпус и британские войска прорвут оборону иракцев к западу от границы Кувейта и возьмут иракские войска в Кувейте в клещи. Но планируя операцию, Шварцкопф столкнулся с двумя проблемами. Первое. Перемещение 7-го корпуса 43 тысяч единиц колесной, 7 тысяч единиц гусеничной техники и 150 тысяч солдат на 240 километров. И переброска 18-го корпуса еще на 150 километров дальше. Все следовало сделать тайно и в течение 11 дней. Вторая проблема могла привести к катастрофе. Арабы считали западную пустыню непроходимой. Шварцкопф не знал, пройдут ли его танки по пескам иракской пустыни. Территория по другую сторону границы Саудовской Аравии и Ирака была неизведанной. И для коалиции это было крайне важно. Они должны были знать, сможет ли их техника успешно действовать в песках. Шварцкопф должен был принять решение. Если бы захлебнулась его фланговая атака, рухнул бы весь план и Саддам бы победил. Вся операция коалиции в 91-м году зависела от ответа на один простой вопрос. Не увязнут ли более 50 тысяч единиц техники, которую Шварцкопф собирался направить на иракский фланг в песках к западу от Кувейта. К счастью, это удалось выяснить. Это звучит не слишком героически, но одним из заданий спецподразделений, выброшенных в Ираке, была оценка ландшафта, способность техники перемещаться по нему. На основе этой оценки было принято решение проводить наступление. Теперь Шварцкопф, как Эйзенхауэр и Монгомери в 44-м году, должен был перейти к следующему этапу стратегии фланговой атаки. Маскировка. Необходимо замаскировать свои намерения, чтобы враг не смог принять контрмеры. В июле 44-го года маскировка планов прорыва была продолжением величайшего обманного манёвра. Операции «Телохранитель». Немецкое Верховное командование ожидало, что союзники выберут самый короткий путь через Ла-Манш и высадятся в Паде-Кале. Большая часть их танков располагалась здесь. Операция «Телохранитель» должна была уверить их в собственной правоте, отвлечь внимание от Нормандии, удержать немецкие силы подальше от места настоящей высадки в Нормандии так долго, как это возможно. Самым большим козырем союзников в этом обмане была фальшивая армия. Первая группа армии США, якобы располагавшаяся в Кенте, идеальном месте для начала удара по Паде-Кале. она действительно включала подразделения резервов, но большей частью состояла из шума, дыма и, главное, резины. Двойные агенты наперебой сообщали об этой фиктивной армии. Фальшивые радиосообщения из Кента заполняли эфир. Макеты катеров вкупе с несколькими настоящими лодками создавали впечатление целой армады. Надувные танки и самолеты демонстрировали армию, готовую к вторжению. Воздушная разведка врага была одурачена. И самым гениальным штрихом обмана было то, что союзники назначили командующим несуществующей армии самого генерала Джорджа Паттона, смелого и напористого полководца, который мог возглавить самое крупное вторжение в истории. Эйзенхауэр и Монгомери собирались использовать его во главе прорыва после начала операции Кобра. Но они знали, что если Паттон будет замечен во Франции, то немцы поймут, что первая группа армий США и Паде-Кале фикция, а Нормандия реальность. Поэтому несколько недель после высадки Паттон оставался в Кенте, и немцы верили, что Паде-Кале остается конечной целью союзников. И их танки оставались здесь, вдали от Нормандии. Частью обмана было пребывание Паттона в Англии, где он отдавал приказы и слал сообщения. А затем он тихо переправился через Ла-Манш и возглавил прорыв. В 90-м году для Шварцкопфа маскировка была также важна. Его цель удар по западному флангу Иракса. Но здесь базировались несколько элитных дивизий Республиканской гвардии Саддама. Шварцкопф должен был не только скрыть свои планы, но и отвлечь эти войска вглубь Кувейта. Шварцкопф дал старт авианалетам в январе 1991-го. Но еще до этого он предпринял ряд обманных мер, чтобы убедить иракцев, что главным ударом будет атака с территории Саудовской Аравии. В ноябре 1990-го года экспедиционные силы морской пехоты провели репетицию атаки Смоли. Учение надвигающийся гром. Началось строительство базы в Кирбите, в 40 километрах от границы с Куэйтом. Военный флот обстреливал прибрежные позиции иракцев и снял иракские мины. Все было проделано мастерски. Иракцы были одурачены. Минерал Шварцкопф организовал исключительный обман. В заливе были проведены учения. Американские союзные войска располагались в наиболее вероятном месте атаки, что позволило ему спрятать крупные силы в пустыне, где иракцы не могли их найти. Ночью, 16 января 1991 года, Шварцкопф перешел к авиаударам. Иракцы были ослеплены. Затем он начал переброску 7-го танкового корпуса, 1-й британской бронетанковой дивизии и 18-го воздушного корпуса на запад для фланговой атаки. И приступил к новому этапу обмана, чтобы скрыть это. Морская пехота США начала создавать склады боеприпасов на песчаных равнинах, прилегающих к границе с Кувейтом, прямо на глазах иракцев. Первая моторизованная дивизия США провела учение «Уводи Аль-Батин». Морские учения, обстрел и поиск мин продолжались. Хотя авиаудары ослепили иракцев, слышать они все еще могли. В 91-м году радиоэфир был использован для обмана противника, как и в 44-м перед высадкой в Нормандии. Радиопереговоры должны были убедить Саддама, что ключевые войска все еще находятся на стартовых позициях у границы Кувейта. 7-й и 18-й корпуса оставили небольшие подразделения на восточном побережье, чтобы иракцы слышали их радиообмен. Первая британская бронетанковая дивизия транслировала запись полевых учений, но сама давно уже покинула первоначальное место. На востоке техника была перемещена якобы на позиции для атаки. На западе колонны снабжения передвигались ночью, днем они маскировались. Разведка коалиции докладывала, что республиканская гвардия проглотила наживку и переместилась с запада к востоку, оголив фланг. На что и надеялся Шварцкоп. 24 февраля 1991 года авиаудары сделали свое дело. Настала пора Шварцкопфу нажать на кнопку. В 1944 году во Франции и в 1991 заливе войска союзников были готовы к удару. Царила шаткая равновесие. Военачальников ожидало следующее требование стратегии фланговой атаки. Исполнение. Эйзенхауэр и Монгомери как и Шварцкопф должны были осуществить свой план быстро и безжалостно. В Нормандии силы Монгомери отвлекали войска немцев, открывая дорогу американцев. Операция Кобра на Западе была назначена на 24 июля, но три дождливых дня привели их задержки. Несчастью, приказ об отмене не дошел до всех бомбардировщиков, 350 из которых сбросили бомбы сквозь тучи. Некоторые обрушились не на немцев, а на передовые отряды американцев. Погибли 111 человек, включая генерал-лейтенанта Луиса Макнейра, самого старшего американского офицера, погибшего в войне. Боевой дух был подорван. Обстоятельства были против прорыва. Бомбардировщики вернулись на следующий день, сбросив 5000 тонн фугасных бомб. Но американцы наткнулись на яростное сопротивление, продвигаясь крайне медленно, хотя резервы немцев и были скованы на востоке. Американское командование опасалось нового провала. Несмотря на его беспокойство, ковровые бомбардировки сделали свое дело. 26 июля, когда в Гой вступили танки 7-го корпуса США, немецкая оборона развалилась. В то же время немецкий командующий Гюнтер фон Клюге все еще был уверен, что удар в Монтгомере главный и продолжал держать резервные силы на востоке. Сами не зная того, союзники использовали хаос в немецком командовании. Фон Клюге только что был назначен главнокомандующим, так как фельдмаршал Роммель, командующий в Нормандии, был ранен во время налета бомбардировщиков за неделю до начала Кобры. Немецкая оборона рушилась, американский прорыв набирал обороты. Танки смели заграждение и вышли на оперативный простор. И Эйзенхауэр пустил в ход свое секретное оружие, Паттона, который тайно перебрался во Францию. 27 июля он встал во главе американских наземных сил. Паттон очень хорошо подходил для прорыва. Он любил быстрые удары, любил преследовать, окружать врага. Даже когда ему приказывали остановиться, он все равно шел вперед. Это и нужно было для прорыва. 28 июля пал ключевой город Кутанс. 7 и 8 корпуса стремительно наступали на юг. 30 июля был занят Авранж. Немецкий фланг был оголен. Хотя первоначальный план прямого прорыва не был осуществлен и пришлось использовать фланговую атаку, она открыла новые возможности. Она удалась. И теперь был шанс окружить и уничтожить немецкую армию в Нормандии. 1 августа Паттон возглавил новую третью армию США. Его задачей было развить фланговую атаку и окружить врага. Паттон был нужным человеком в нужном месте и нужное время. А Шварцкопф спустя почти 50 лет его атака должна была стать убийственной, будто ее возглавлял сам Паттон. война война в заливе февраль 1991 год. Операция «Буря в пустыне». Воздушная атака на Ирак сделала свое дело. Теперь командующий Норман Шварцкопф дал старт наземной операции «Меч пустыни». Воскресенье, 24 февраля, 4 часа утра. Войска коалиции, включая морскую пехоту США, перешли во фронтальное наступление вдоль границы Кувейта. Этого ждали Саддам и весь мир. Затем в 7.30 на западе французская дивизия при поддержке американской бригады начала фланговую атаку. Они смели 45-ю иракскую дивизию. Затем заняли первый объект под кодовым названием Рошамбо в 40 километрах вглубь территории Ирака. Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии на 300 вертолетах организовали передовую оперативную базу в 110 километрах на территории Ирака. По-прежнему сокрытые в пустыне главные силы выжидали. Для атаки коалиции все шло хорошо, даже слишком. арабские и американские отряды преодолели иракскую оборону. Их маневр обманный, но они продвигались слишком быстро. Морская пехота прорывалась на юге, но она продвигалась быстрее, чем ожидалось. Все считали, что это здорово, проблемы вскрылись позже. первоначально Шварцкопп планировал свою главную фланговую атаку на следующий день. Но из-за слабого сопротивления иракцев пришлось поспешить. Пора было послать противника в нокаут. В полдень он дал старт началу главного удара, 140 тысяч солдат и 1300 танков 7-го корпуса. В центре 1-я американская пехотная дивизия преодолела песчаный вал иракской обороны и смела две пехотные дивизии иракцев. Второй бронетанковый полк пошел в прорыв, шире наступления. Британская 1-я бронетанковая дивизия прикрывала правый фланг. Затем в дело пошли основные силы. К закату 1-я и 3-я бронетанковые дивизии США прошли 50 километров вглубь Ирака. Страхи Шварцкопфа по поводу численного преимущества врага не оправдались. Через несколько часов операции Шварцкопф понял, что стандартные понятия соотношения сил неприменимы. На бумаге его войска были малочисленнее, но в реальности гораздо качественнее. Кроме того, иракцы подверглись мощному обстрелу с воздуха, с земли до начала атаки. Они уже готовы были сдаться. На следующий день, 25 февраля, фронтальное наступление арабских и американских войск остановилось в 15 километрах от города до Кувейти. А намного левее французская дивизия захватила аэродром Ас-Салман в 110 километрах вглубь Ирака. Воздушно-десантные войска перекрыли главное шоссе между Басрой и Багдадом у Насирии. В центре первая и третья бронетанковые дивизии США двигались на север при поддержке второго бронетанкового полка. правее британская бронетанковая дивизия разбила 12-ю бронетанковую дивизию Ирака. План Шварцкопфа осуществлялся блестяще. Но изначально было ясно, что между двумя его главными целями есть противоречие изгнать иракцев из Кувейта, но при этом окружить и уничтожить их. Время решало все. Если он хотел организовать окружение, потому как американские и арабские войска продвигались быстрее, чем кто-либо ожидал. Они отбрасывали иракцев из Кувейта так быстро, что фланговая атака Шварцкопфа могла не успеть перехватить, окружить и уничтожить войска Саддама. Морская пехота должна была перейти в атаку, а через день основные силы. Либо план не был доведен до солдат, либо они проявили излишнее рвение. В результате, вместо того, чтобы заманить иракцев в мешок на юге, они быстро выталкивали их из Кувейта на север. 26 февраля, третий день операции, меч кустыни. Справа морская пехота и арабские войска на подходе к столице Кувейта. В центре 7-й корпус и британская 1-я бронетанковая дивизия повернули на восток, к северному Кувейту. К вечеру 7-й корпус достиг желаемого. 2-й бронетанковый полк, двигавшийся впереди 1-й и 3-й бронетанковых дивизий, вошел в контакт с республиканской гвардией. В то же время британская бронетанковая дивизия смела части 17-й и 52-й бронетанковых дивизий Ирака, уничтожив 500 единиц техники. На закате 1-я и 2-я бронетанковые дивизии настигли свои главные цели. Три самые сильные иракские дивизии. Тавалкана, Медина и Хамурапи. Это было самое крупное танковое сражение со времен Курска. Среда, 27 февраля и четверг, 28-е, 4-й и 5-й дни операции. Седьмой корпус увяз в боях с республиканской гвардией. Американские танки при поддержке авиации уничтожили дивизии Тавалкана и Медина. Затем приступили к истреблению дивизии Хамурапи. Иракские войска обратились в бегство к проходу Мутла и стали уязвимы для авиации коалиции. Это бегство позднее назвали дорогой в ад. Всем в мире казалось, что Шварцкоп вот-вот достигнет цели, захлопнет ловушку и уничтожит армию Саддама. И в Нормандии в 1944 году и в Золиве в 1991 враг оказался на волоске. Генералы Эйзенхауэр, Монгомери и Шварцкоп стояли на пороге последней стадии стратегии фланговой атаки. Эншпиль командующие должны точно знать, когда заканчивается их атака и что они хотят достичь к тому моменту. Нормандия август 1944-го. Британцы и канадцы на востоке до сих пор пытаются преодолеть оборону немцев. Но американские войска на западе пробили 70-километровый коридор за Авраншем и обошли левый фланг немцев. 3-го августа генерал Брэдли приказал Паттону повернуть 3-ю армию на восток и провести удар в тылу врага, направляясь к Лиману. Его силы нанесут удар через два дня. Когда они начали выдвигаться, Гитлер приказал всем бронетанковым подразделениям контратаковать по направлению Ковраншу и изолировать войска Паттона. Узнав об этом из радиоперехватов, американская армия с готовностью приняла бой при поддержке с воздуха. Немцам не удалось выйти к побережью. Танки Паттона продолжили наступление и 8-го августа вышли к Лиману, создав 130-километровый выступ в тылу немцев. Британцы и канадцы наконец-то прорвались у Канна. Союзники только этого и ждали. Это были непростые бои для Эйзенхауэра и Монтгомери, но теперь у них появился шанс. Фланговая атака удалась. Теперь они могли окружить немецкие войска и уничтожить их. Третья армия Паттона и французская 2-я бронетанковая дивизия стремительно наступали на сей. Англо-канадские войска двигались на юг из Канна. Их цель поймать немцев в ловушку у Фалеза. Третья армия Паттона спешила соединиться с англо-канадскими войсками, двигавшимися им навстречу. Но Монтгомери приказал Паттону не двигаться дальше Аржентана, оставив коридор в 25 километров между двумя армиями. Паттон был категорически против решения Монти. Если не завершить окружение, немцам открывался путь к отступлению у Фалеза. Но спешка при закрытии бреши порождала огромный риск для Монтгомери. Две его армии двигались навстречу друг к другу. Орудия были заряжены. Они могли принять друг друга за врага. Военные называют это столкновением линий. Это очень трудный маневр, если его не отрабатывали ранее. Если он не скоординирован, то он может привести к большим неприятностям. Генерал Паттон был разочарован тем, что нельзя было закрыть брешь. Но надо признать благоразумие Монтгомери, который стремился минимизировать потери, медленно смыкаясь с силами Паттона. Фалезский мешок закрылся не сразу. 40 тысяч немцев смогли избежать обстрела союзной артиллерии и скрылись. Но даже 20 августа, когда мешок был закрыт, внутри оставались тысячи немцев. союзники обрушили на них удары артиллерии и авиации. 10 тысяч немцев погибли. 50 тысяч попали в плен. Но осторожность Монтгомери взбесила Паттона. Скоро ведутся до сих пор. Провал попытки англичан и американцев завершить окружение позволил десяткам тысяч немцев уйти. Вскоре эти солдаты перевооружились и вернулись в бой. Но поспешность могла стоить союзникам многих жизней. Конечно, Монтгомери мог поспешить, но военная наука гласит, что если бы он бросился закрывать брешь, это могло закончиться катастрофой. это мог быть трагический опыт столкновения двух дружественных армий, которые бы перестреляли друг друга. Темп наступления спас многих. Война в заливе февраль 1991 года. Столица Кувейта освобождена. Иракцы бежали. Настало время Эншпиля для Шварцкопфа. Захлопни калитку, будь безжалостен и сможешь уничтожить силы Саддама. Но Вашингтон объявил об окончании войны. До сих пор идут споры, было ли это чисто политическим решением Белого дома, или оно было продиктовано военными на месте. Ключевая цель освобождения Кувейта была достигнута. Это была первая цель стратегии Шварцкопфа. Но что насчет второй цели фланговой атаки? Окружить и уничтожить. К сожалению, войска коалиции не захлопнули дверь и дали иракской армии уйти на север. Но окружение также могло привести к тяжелым потерям. Загнанные в ловушку иракцы могли принять решение о сопротивлении, и это привело бы гораздо большим жертвам, чем получилось на самом деле. Удалось ли генералам Эйзенхауэру и Монгомери в 1944 году и генералу Шварцкопфу в 1991 выполнить требования стратегии фланговой атаки? Цель Эйзенхауэру и Монгомери в 1944 было две цели вырваться из Нормандии окружить и уничтожить немецкие войска во Франции они справились с первой но осторожность помешала им полностью разгромить немцев и у Шварцкопфа в 1991 было две цели изгнать армию Саддама из Кувейта перехватить окружить и уничтожить ее и снова первая была достигнута а вторая лишь отчасти сосредоточение сил Уэйзенхауэра и Монгомери не было очевидного численного превосходства но они полностью контролировали воздух в 1991 году озабоченность Шварцкопфа соотношением сил оказалась напрасной технологическое и профессиональное превосходство его войск более чем покрыло численное отставание маскировка в Нормандии присутствие Монгомери под Канном отвлекало внимание немцев они считали это главным ударом и проглядели прорыв американцев роль Паттона также скрывалась до последнего в заливе Шварцкопф скрыл свою фланговую атаку убедив Саддама в том что основной удар последует на востоке исполнение исполнение в Нормандии операция Кобра началась медленно но привела к прорыву как только Паттон возглавил войска прорыв стал убийственным в заливе фланговая атака не поспевала за отступлением иракцев Энншпиль историки до сих пор обсуждают был ли Монгомери слишком осторожен или Паттон безрассуден во время окружения в Нормандии спорят также о том был ли Шварцкопф или политики в Вашингтоне излишне осторожны не сумев сокрушить мощь Саддама раз и навсегда Каково же будущее стратегии фланговой атаки? Реальность сделала фланговые атаки необходимы Если 50 лет назад был какой-то выбор то теперь такие атаки проводятся с целью снижения потерь Уже нельзя безрассудно штурмовать укрепленные позиции и атаковать снова и снова до победного конца несмотря на многочисленные жертвы Следовательно хитрость фланговые маневры ключевой фактор современной войны Фланговая атака всегда была одной из основных стратегий Ныне более чем когда-либо военачальники должны уметь перехитрить врага потому что общественное мнение не позволит бросать солдат в лобовую атаку на современные высокотехнологичные средства обороны пока в воинах участвуют наземные силы найдутся и полководцы которые постараются их обойти Автор сценария и режиссер Гордон Стивенс Фильм озвучен студией ИНИС по заказу Союз Видео Орлах Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok